Продолжение следует... 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 Такое правильное название правоохранителей, ну, вибили, в принципе, летние женщины ОКО. На жаль, на жаль, и погано сделали женщины, и дискредитировали правоохранные органы. Ну, в любом случае, ФОПовцы дали знать, что они готовы и далее, после 24 серпня, отзначения Дня Незалежности, идти с боем, чтобы поставить в очередной намет. И мы, брати Кошевенки, в очередной закликаем людей не быть байдужими. В первую очередь, Киян, Киян, которые имеют отношение к бизнесу малого-середнего микро, ну, взагалі, ФОПовцев. А также к всем Киян, которые не байдужи, смотрятся на то, что происходит. Адже это нам даст, вернее, ФОПовцам даст возможность из разных регионов прибыть сюда. Так, как это было в период Революции Гидности, Киев повстал, а другие регионы приезжали. И давайте дадим эту возможность. Адже это не вопрос только этих людей, их бизнеса, малый и средний, которые уже практически дошли. Это мы трима локдаунами, четвертый, в конце серпня, а, возможно, после тех гастролеров, там, Успенских и других, Успенских, которые там будут в Украине гастролировать, московики. Я думаю, в чердове всучать нам локдаун, и то, что в парламенте проголосуют те законы, которые мы не давали, много лет проголосовать, ну, и в чердове под этот локдаун добьют еще, ну, певную касту самих ФОПовцев. И поэтому мы просим всех небайдужих украинцев, в первую очередь, и я наголошую, долучайтеся. Потому что вопрос не только ФОПовцев, это вопрос всей Украины. Адже все вопросы, в принципе, они связаны между собой, это и Украина. До речи, с привода тех, кто говорит, что они не ФОПи, хочу напомнить, только выдают малый и средний, микробизнес Украины, монополисты автоматически, сходники, ну, это правильное слово для них, они очень ризко поднимут цены, как это уже было неодноразово. И тогда будете жевать, жевать и каять, говорите, а мы же могли бы это сделать, а мы не сделали, а что мы ФОПи. И ваш споживчик, вашей родине, споживчик, кошек, сразу, двече, втрече, поднимется доверху. Это я вам говорю, как не людина, не экономист, не людина с бизнесом. И поэтому у меня крик души просто. Когда есть сейчас колоссальный шанс, на самом деле, смените некоторые вещи в Украине, прокидайтесь, прокидайтесь. Покидайтесь. В улице має вказувати вектор, как владеет двигаться. Но когда улица мало, улица мовчает, то тогда они в кабинетах решают и на дальнейшем долю каждого из нас, каждого украинца. До сих пор не забываем, за что стоял Майдан и наших фронтовиков. Потому что борьба идет за украинскую Украину. Слава Украине, спава и проси кошвей. Он мне звонил, он мне наполегливо переконывал, чтобы я забрал свой намет и забрал человека. Потому что он не мой, он всех нас, потому что мы такие же фопы, как и мои коллеги. Я единственный, что я маю, может, трошки больший опыт. И знаю, как работает государственная институция, потому что знаю слабкие места, знаю, на что доверить. А по-друге, ну, как можно сворвать протест, вот этот протест идет как-то из земли. Ну, решить наше питание. И я, особисто, как фоп, очень доволен. Погрози были? Ну, два года здесь погроза. Ну, от него, особисто, погроза не было. Погрози я, звичайно, отримал из анонимных смс. А что самое вхудши? Да все в петляжках. Ну, сейчас мы что-то успокоились, и кто-то не обрежет. Когда и ноги повыривают, и поломают. Я уже, навіть, просто, даже на это не реагирую. Я просто выдаляю и блокую таких представителей, которые хотят. Ну, был звонок, а потом, после того, мы с коллегами перестрелали президента на Лютеранске. Была господин Тетяна, и тоже, он его с Рейхерман, тоже попликал. Знаю его много, знаю его много уроков, как он сейчас там, что делать. Ну, сейчас там все туда пришли. Питание не в том, хай працюет, где працюет. Я не имею права. Я имею доуважение, навіть не до него, я имею вимогу особистую до президента Зеленского, который меня ввел оманом, меня особистую. Когда он сказал, что кто-то маленький, он их не трогает. И я за него, в том числе, в другом туре агитировал, голосовал. И он даже просто ригочен. Багато кто говорит. Потому что я поверил, что, наконец, будет президент, который не будет чипать микробизнес. Мене, моего батька, моих коллег, я истинно поверил. Бо фискалізацію почав Порошенко в 2017 году. Он дисферизировал реалізаторов дрібної куботової техники в 2017 году. В 2019 году, с 1 січня, запровадив фискалізацію для семейных аптек. Поэтому мы не могли, в принципе, за него голосовать. И были протесты в 2019 году. Мы поверили Зеленскому. Он выявил, что просто... Кого вы видите президента в России? Не вижу никто, в том проблема. Мы не требуем изменения президента, потому что я не вижу альтернативы. Так, не требует изменения? Мы не требуем изменения президента. Мы требуем изменения чинное законодательство. Потому что, на жаль, мы можем консультовать, что каждая предыдущая влада гирже попередней. Ну, так что говорите... Зеленский лучше Порошенко? Вы знаете, я бы... Не провели какие-то слова лучше, гирже. Нет, я скажу так. Не кращий. Зеленский не кращий Порошенко. Зеленский не кращий Порошенко. На жаль. Для микробизнеса, взагалі, найкращий, можно концентрата, это был... Кушник. Потому что за его каденцией, створили спрощенную систему эвакуирования. За его каденцией, я не знаю, кто хвилеет, я розвинул свой бизнес. Я заработал все статки, которые до сих пор имеют квартиру. Тоді куплено машину, тоді куплено. И все-таки это делал. А все следующие президенты, начиная с Януковича, пошла серьезная деградация. И вот эти утиски микробизнесу начались в 2010 году. Хотя мы тогда вопрос решили, ну, потали там за 3-4 месяца. А на Майдан Янукович прийшов на 6-й день. Зеленский, и Порошенко сміливости не мав. Даже прийти на Майдан. И не хочет купить на Майдан. А мы на Майдан, и мы с 15-го грудня, с 3-м оборванием. Тому сьогодні привертаємо увагу міжнародной спільноте. Вимагаємо, все-таки, вимагаємо, щоб президент дотримав свое слово. Потому что он обещал. Він обещал, хопи маленькие не трогали. В 10-го жопня на телемарафоні обещал, что зустрінется. Протестующий в хопи не зустрінется. Потім в Львове его перестріли. Теж не зустрівся. Ну, если президент не дотримает слово, то есть в Украине гаранты? Какие вопросы? Риторично. Спасибо. Вы не берете людей офіційно працювати. Вы уфиляетесь від оплаты податки. Хопи, идите геть звідси. У меня двое устроенных роботников. Я не маю шукати іншу роботу. Шукайте інше місце, мережі, где вы прикрали. Кто вам має шезу? Ктось винный? Дядьтесь, что вас не прикрали. Вот за це вас правильно звільнили. Если вы так ведете, то все мало бы и штрафы. Она так показала. Соболи ее. Нападали, это может гвалтували. Хопи, стихологи. Роботяга перепрацювали. Валюка, я мистецкознавеця бахом працюю в Галине и Коперине. Что ты мне кажешь про гвалтування? Не дурок. Ты собі самі в галтуванні. Идите, мистецкознавець. Почему вы оформляли себя в ходу на ходу? Законим не знаю. Я провоката. Давно ей не трюкнули. Да ты и мужика. Она без мужика одинокая и высказала, что... Хай будешь счастлива, так? Ну что, друзья, видите? Цергова провокаторша. Я по-другому не скажу. Ну, насправді, респект таким людям. Наши сюжети тільки прифарбовывают. Приходьте, 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 ФОПи вам скажут, что думают про вас таких самих. Хочете працювать, будете працювать. Не хотите, то бігайте далі. Слава Богу. Ну, что... Ну, ты же така. Люти в чьей-то вимагает, вважает, что что-то им вини. Ні ФОП, ні будь-який предпринимец, нікого кайданами до рабочего места не прикував. Тебе не влаштовує, ти звільняйся. Тебе не влаштовує, ти не оформлюєшся, не берешься на работу. Якщо ти приходиш до роботодавца, який тобі каже, що ти будешь працювати нелегально, то не працює. Ти ж розумієш, що ти не захищен, відповідно до чинного законодавства. Ми таких ФОПів не вітаємо. Тут ті ФОПи, які легальні, зареєстровані, платять всі податки. І тому, на жаль, нас не так багато. Всього в Україні мільйон 800 тисяч ФОПів, а на протестах максимум 70 тисяч. Тому, певно, у іншої переважної більшості рильців, можливо. Але тут, на протесті, ті, які легальні, з оформленими працівниками, платять податки. І ми хочемо бути легальним, платити податки, а не ховатися і дати частину нелегального ринку. Ну, але людям все не пояснює. Виходимо на міжнародний рівень, починаємо вже давати о себе знати міжнародним лідерам. Сьогодні у нас в Києві з візити Меркаль. Ми її зустрічали, коли вона заїжджала в Меринський дворець. Зараз вона повинна заїхати до Шмигалю. Ми її зустрічаємо. Ну, і ми, брати Кашовенки, також не є у вас стороні. Слава справжнім фопам і слава Україні. Ми трогать, а малий середній бізнес. А це... Меркаль. 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 Продолжение следует... 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 я вам рассказывал они короче там мобилы взламывают у них работает человек они взламывают мобильный телефон начинают читать переписку лично запишите мои координаты пожалуйста запишите потому что я и писала на канал нацполиции кстати что меня уволили и это не первый случай когда меня вот так уволили с работы нелегально работает полстраны берут официально людей на работу выгоняют людей как собак твари не стойте под правительством идите работайте у вас выходные есть у вас есть деньги на моря ездить вы занимайтесь своими делами а не говорить тут за весь народ я не специально это выйдут провокаторы можно телефон оставить с полицией с кем-то пообщаться про эту тему прошу лопать я не писала но я не знаю они там что-то думают любое отделение полиции может у нас такая процедура возьмите пожалуйста да у нас такая процедура что у нас не довезешь в нашем отделении там где я живу по району туда не довезешь до полиции нужно заполнить пучу бумажек чтобы туда пропустили я просто ездила уже писала заявление на на то есть уже написано есть нет а именно по этому факту нет я написал комментарий на полиции написать по и по этому факту это же ваше право да но полиция на районе не будет этим заниматься они направят на туда куда надо этот фоб например в бровара ну и они направят туда куда им надо это заявление в смысле кому надо мне надо чтобы мне надо было в гражданке нормально чтобы меня какие-то попы не увольнялись с работы во-первых я искусствовед ко мне относятся на работе не не обеспечивают условий трудовых вот конкретно этот фоб по которому я сужу обо всех попов вообще где я работала стоит камера но эта камера не записывает на меня нападают там это ночные смены кафе на меня нападают там местные типа люди чисто и работодатель мне при этом говорит что я не право что на меня напали типа люди не защищает не интересы короче и этот работодатель я даже не знаю кто он он фоб или он просто какой-то Дима борис такой же сменщик который пользуется своим положением каким-то и обманывает меня и других твоих девочек там на территории это заведение вообще как вы не знаете своего хозяина нет я даже не знаю ни флопа что это за попа вы арендуете помещение я не арендую я чисто бариста меня наняли я стою блин стою говорю кофе сразу забрала зарплату а кто вам зарплату платит сразу вот так я даже не докажу что я там работала например закройте рот я не с вами общаюсь зарплату мне никто не платит мне говорят зарплата я записываю типа в переучете зарплата такая-то 500 гривен ставка и 50 копеек с порции это можно взять типа из кассы самой себе заплатить и написать что зарплата вот такая-то минус можно а вот я блин протупила и не брала и они взяли больше с меня 1500 гривен они взяли за три моих рабочих дня на самом деле это не так смешно как вам кажется когда эти попы стоят да да мы идем 6 мы пиццу не замовляли хлопцы это уже пищит самокат и пиццу Танечка, вы тут? 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 А реально, вы тут? Танечка, 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 вы тут?